Тебе еще не 30, по крайней мере, чтобы начать грустить по этому поводу, да? Тут можно. Ютуб нас забанит. Главная проблема в соске. Как-то раз шел грека через воду, наступил на кольцо, а там ступенька из лампочки, как бы не наткнуться на мат, как выпрыгнет и замажет шепотом иглу, в которой бутылка из-под ноги выскальзывает, но ежик был с тем материалом и сразу опустился в кишечник, в котором кран смешивал кота и менеджера для макарошки из лимузина. Которая, в свою очередь, была убита водолеем из семейства 18-летних дам. Мне нравится, там еще, видите, предвыборная кампания Лупа Бар. Кто-то за... голосует этот Лупа Бар. Я точно у тебя первый? Я не буду смешивать. Через Лупа Бар, да? Фига себе. Даже фотоаппарат. Ползешь, а он такой... И ты обозрался, блин. А лучше туда бюст Ленина поставить. А теперь представь себе, что-то пацан снимал пацана. Что-то да. Нет, нет, нет. Всем привет, это видео на канале Кадр, меня зовут Саша Ляпота, это Олег, это Ваня. Вы смотрите рубрику Инстапота, где мы обсуждаем ваши фотографии. Прошлый выпуск посмотрели почти 10 тысяч раз, даже больше, да, то есть почти это меньше, а тут даже больше. Поставили много лайков, это нас очень сильно мотивирует. Не поленись прямо сейчас делать то же самое, и мы начнем это все дело обсуждать. Поставь лайк. Наша цель, чтобы вы научились лучше фотографировать и обрабатывать свои снимки, и избавились от банальных ошибок и косяков. В этом выпуске мы будем обсуждать фотографии по теме фрейминг, а тема на следующий выпуск будет в конце этого видео, так что досмотрите обязательно до конца. И спонсор этого выпуска магазин MotoStuff, это магазин, где вы можете приобрести кучу всяких экшн-камер, квадрокоптеры, стабилизаторы для смартфонов и камер, и собственно без них этого выпуска и не было, поэтому спасибо им. И победитель в конце этого выпуска получит вот такой вот стабилизатор, складывающийся до Moza Mini S. Ссылка на него у нас есть с какой стороны? Вань, покажи, где у нас ссылка есть? В описании. Еще бы его открыть каким-то образом, в другую сторону. Вот так вот он открывается и, собственно, при этом он относительно компактный и поместится в вашу сумку, надеюсь, он вам понравится. И он совсем не напоминает мужские гениталии в сложном состоянии. Че? Что? Чувак, какой форма у тебя член? Да, я не знаю, пацаны. Ну, вот. Саша, 32 годика. Капец. Можно я это сниму? Все, мы это засняли. Вить, пожалуйста, не вставляй это. Ой. Ютуб нас забанит. Ссылка на магазин Мотостав в описании. Да. Готовы? Да. Вы готовы? Да, а мы не видели фотографии еще. Правильно, я видел. Давайте приступим к обсуждению фотографий. Напоминаю, что мы их с Сашей, по крайней мере, не видели. Олег их отбирал и давайте... Я их видел сегодня, первый раз. Вот так вот. Поехали? Да. Главная проблема в том, что модель улыбается. Согласен. Но ему весело, как нам. Он смотрел наш выпуск и ему все время теперь весело. На самом деле я теперь подумал и скажу. Мне нравится окно, мне нравится вот фон. Это не окно, это дверь. Ее нет, но вообще это проход. Мне кажется, пофиг. Мне нравится фон, весь причем. Но мне не нравится, как ведет в кадре себя модель. Вот здесь, мне кажется, можно было даже с этим же человеком просто сделать более интересный силуэт. Ну, по крайней мере, чтобы он не улыбался. Потому что видно, что... А давай вот так сделаем, вот сейчас, смотри, как я раскорячку сделал. Так и было. Да, но это не фотография, это на память фоточка. Хотя здесь все задатки сделать реально прикольную силуэтную фотографию. Причем он рукой за верхнюю часть, типа, как-то адекватно взялся, да, типа, ты можешь в это поверить. А вот правую руку ему сказали, слушай, можешь вот так вот поставить, что там силуэт получился, и как-то прикоснись просто к этой двери. И получилось хреново. А при этом, ну, как кроссовки, прикольно смотрится на фоне этой синей какой-то травы. Да, он сочетается. И при наборе вот этих всех аксессуаров, включая модель, можно было сделать хорошую фотографию, намного лучше. И даже вот снизу там стекло разбитое, в принципе, все обдертых стен, оно вписывается в общий формат, их удалять не нужно. Не знаю, мне кажется, какой-то трешачок и... Это и был трешачок. Это трешачок, мне кажется, не подчеркнут как-то обработка. Вот какой-то урбана, вот такого вот мне не хватает. Я бы на месте фотографа отошел бы, возможно, назад. Не знаю, была ли такая возможность, чтобы силуэт и сама рамка была меньше. И поставил бы точку замера экспозиции по фону. Потому что фон пересвечен, и у нас, получается, модель не полностью в силуэтя. Ну и, как сказал Саша, я бы попросил модель стать как-то менее вызывающей, как-то более прикольной. И если бы мы отошли дальше, может быть, не так бросался этот мусор на переднем плане. Меня он, честно говоря, смущает немного. Я думаю, что просто если бы мы отошли дальше, может, там какая-то батарея появилась бы, которую потом бы ты сказал нужно было убрать и, наоборот, подойти ближе. И он все сделал. Возможно. Мы не знаем, какая там локация, поэтому сложно судить так. В целом, неплохо, да? Не, это плохо. Так, Коршун Лайф прислал нам вот такую вот фотографию, в которой он сделал все ЧБ и при этом себя выделил цветом. И как бы фрейминг с помощью колеса велосипеда, видимо, да? Ну, ему ниппель, сосок упирается в голову. Сосок упирается в голову, это не очень. Это так называется. Это не очень красиво. Ну, и я вообще, этот стиль, как я говорил, его использовать можно. Ну, любой стиль можно использовать. Возможно, это ваша фишка. Но настолько редко, и здесь он не сильно в тему. То есть, смысл выделять человека здесь на фоне вот всего черно-белого я особо не вижу. А я знаешь, почему вижу? Скорее всего, там было достаточно мусорное, получился бы, много людей сзади, которые, если бы они тоже были цветные, то этот кадр был бы ни о чем. Скорее всего. В любом случае, все равно можно выделить главный объект, не оставляя его только цветным, а фон делая черно-белым. Это очень просто делается, просто выборочной коррекцией. Некоторые объекты делаешь темнее, чтобы они выделялись меньше. И чуть-чуть обесцвечиваешь. Да, обесцвечиваешь, убираешь структуру. Главный объект, наоборот, делаешь ярче, делаешь контрастнее. То есть главная проблема в соске? Мне кажется, тут какая-то неестественная поза модели. Ну да, ты не сидишь возле колеса велосипеда. Ну, мне кажется, такой вот именно фрейминг, неплохая идея для какой-то стрит-фотографии, не постановочная, а именно стрит. Если шел бы там какой-то молодой парень, девушка, бабушка, дедушка, еще что-то, еще кто-то, то это было бы как-то более не наигранно, и мне кажется, лучше бы смотрелось. А тут вы посадили парня, к тому же допустили несколько ошибок. Проблема сосочек, наигранность и перебор с выделением света. Но я не скажу, что фотография ужасная прям. То есть если бы сосок смотрел где-то снизу, мы бы его не видели, она была бы даже намного более привлекательной. Но сосок должен быть снизу, правильно, а не сверху? Поехали дальше. Хорошо, Хелиос Моско прислал фотографию. Серьезная фотография, девушка не улыбается, все как ты любишь. Ну это улыбается на самом деле, просто чуть-чуть. Ты тут уже придолбался, что ж такое? Ну чего, чуть-чуть. Это ж неплохо, что здесь улыбаться чуть-чуть. Слушайте, ну все хорошо, но это фотография в горизонталь, в инстаграме, ну допустим мы смотрим ее сейчас в компа, еще более-менее на телефоне, ты даже не поймешь, что вообще там происходит. Это во-первых. Во-вторых, фрейминг, который идет, вот повторяющаяся какая-то структура справа налево, вот так вот, оно обычно выглядит менее выгодно, чем когда идет по диагонали. То есть, если бы оно уходило там или в левую верхнюю диагонали, или в левую нижнюю, то есть просто довернуть там телефон, было бы, мне кажется, прикольней. Да, я бы, наверное, кадрировал именно вертикальный снимок и фотографировал бы ближе, чтобы не было большого количества вот этих отвлекающих узоров на заборе, потому что все-таки они на себя большую часть внимания берут, а главный объект девушка. То есть, постарался бы ее разместить в одном, вот как она сейчас есть, в одной щели, но сфотографировал бы это намного ближе и под каким-то другим ракурсом. Что? Пацаны, ну вы не можете не опошлять этот выпуск. Ты что, странный? Еще больше. Все, ссорите. Я бы просто приселил бы немножко ниже, чтобы у нее голова не сливалась с каким-то кораблем и лесом, чтобы, собственно говоря, лицо было на фоне неба. Тоже, да. То есть надо было именно вокруг этого овала с острыми углами сверху и снизу играться, а не большим количеством. Ну и мне сильно бросается в глаза все-таки то, что перетянули лицо по экспозиции, что, естественно, она была в тени, потому что здесь, блин, темный забор, и как бы такого не могло быть. И то есть я как, не знаю, человек просто понимаю, что это как-то неестественно. Немножко перебор с вытягиванием. Мне, допустим, нравится горизонтальная ориентация этой фотографии. На каком-нибудь 500 пикс. Может быть чуть-чуть, я отсюда плохо вижу, но может чуть горизонтом завален, мне кажется, но это такое поправимо. Что бы я сделал? Тоже присел бы чуть ниже, чтобы лицо было больше на фоне неба и не так отвлекало внимание вот эти вот деревья и то, что там дальше. Я предлагаю, Ваня, не повторяться. Если уже сказали, то ты уже не говоришь то же самое. И я бы, наверное, сделал еще лицо немножко теплее, потому что прям модель выглядит какой-то прям очень неестественный цвет лица совсем. Ну, мне нравится, что уже три фотографии мы просмотрели, ни одной трешовы нет. Я понимаю, что Олежка отбирал, но все равно. Эта фотография достаточно хорошая, то есть просто есть ошибки, но вот с такого, как здесь, можно запросто учиться фотографировать. Это нормально. Я так не фотографировал вначале, скажу так. То есть это прикольно. Я думал, он тоже. Это прикольно выполненное задание. То есть человек постарался и... Ну и допустим, то, что ты говоришь, что тебя отвлекают другие вот эти овалы. Это можно очень просто решить, добавив немного виньетки, именно выделить саму модель и затемнить края немножко. Не прям черные сделать, как обычно любят вот эти. А где вот эти... Я скажу так, смотрите, извините, фотография, которая должна быть стритом. То есть вот на этой фотографии ожидается, что просто будет идти там какой-то мужик не смотреть, невдумчиво никуда не смотреть. Здесь постановочная фотография с моделью, которая не должна быть постановочной фотографией. То есть ты модель на фотосессии не фотографируешь вот так через забор, с забором на переднем плане. Ну или ты гений и делаешь это так, что никто не придерется. То есть фактически здесь хотелось бы видеть стрит, но мы получили портрет, который не вяжется. Вот этот стиль с портретом не вяжется. Ну я не согласен здесь с тобой. Это нормально. Это просто передний план. Можно использовать и в портретной, и в стрит. Можно. Тоже согласен. Я здесь скорее согласен с Ваней, что на самом деле, блин, передний план это правильно использовать почти в любой фотографии. Я понимаю, но я старше. Окей, хорошо. И границу ты первую прошел. Джулс Иванова из Белоруссии, кстати, прислал вот такую фотографию. Слушай, так правильно все объекты размещены? Ну вот кроме вот этих обрезанных ног. Нет, кроме вот тех. Посредине. Да ладно, вот здесь как раз оно обрезанное. Ну вот здесь мне больше... Ну оно не помещалось, слушай, оно просто физически не помещалось. Просто чуть присесть, как раз бы голова была чуть-чуть выше. И вот как раз обрезались бы ноги. Я скажу так, вот если бы эта фотография была без фотографирующихся барышень, а с ребенком, который идет в ячейке, она была бы офигенной. И чтобы пустое поле было прям? Да. Я просто по-другому потом, может быть, скадрировал бы. Но надо один какой-то объект. У нас три главных объекта. За какой хвататься глазу, непонятно. Плюс к этому, это же смартфон. Смартфон здесь чуть-чуть размыл эту сетку, но у нас что передний, что задний план в фокусе. То есть получается достаточно много каши, и это радует, что еще однотипное здание сзади. А если бы у нас был один объект, а тем более маленький ребенок, вы могли бы сфотографировать больше сверху, и получилась бы зеленая сетка на фоне зеленого поля. То есть в этой локации можно было сделать что-то лучше. Даже если бы там футбольный мяч лежал просто в одной этой сетке, но не было этих барышень. Вот просто смысл этого действия, когда стоят две какие-то подруги, и их фотографирует третья подруга. Опять не согласен, Саша. Мне кажется, очень прикольная фотография. Вот если бы все попали в квадрат, ее просто было бы интересно смотреть, что есть связь между двумя объектами здесь. Да вы бы никогда не смотрели эту фотографию. Да слушай. Мне кажется, что это очень хороший репортажный снимок. Именно если вы были на каком-то ивенте, или в каком-то интересном месте, где раньше не были, или еще что-то придумать, просто как отчет, вот фоточка оттуда, это очень даже неплохая фото. Лучше, чем, блин, селфи. Да. С этими же подружками и с ребенком на заднем плане. Пока что не нравится. Эта фотография больше всего не понравилась. Хотя задаток был очень хороший. Хорошо. Я тебя успокою, есть еще интересные фотографии. Смотрите, этот снимок, который явно специально делали под нашу задачу, да, давайте сделаем фрейминг. Но там, где, тот случай, там, где вот здесь этот фрейминг нужно было, а нельзя было отойти немножко левее, правее, чтобы эти провода не попадали в кадр, да, и при этом сделать так, чтобы… В смысле? Так в этом же смысл, что эти провода делали? Я понимаю, конкретно в этом случае, как бы, эти провода, они только мешают, они там врезаются в голову вот эти два… Вообще, создается впечатление, что вот это сверху два дорисованные. Ну, они как-то вытянуты, да, как будто бы чуть-чуть. На границе. Мне кажется, что они просто дорисованы. На границе. Ну, вот вишь граница. И вот здесь какая-то граница. Ну, это, может, просто обработка как-то… Ну, хрен знает, посмотрите, здесь свет на этой линии падает, а здесь все черное просто. Ну, как-то не похоже, что… Ну, я не знаю, могу ошибаться. Мне нравится… Занцы низко, видишь, поэтому оно отсюда бьет вверх, поэтому они черные. Мне нравится, что здесь модель, выражение лица модели и то, что она делает левой рукой, мне нравится. То, что она делает правой рукой, мне не нравится. То, как она экспонирована И вообще фотография, это провал Потому что лица здесь нет Но при этом задний фон Засвечен А как можно было это исправить? Только делая силуэт или HDR Но тогда бы вы получили кучу Смартфон с этим не справился Если бы у вас был Huawei Он бы справился, или Pixel, или iPhone А еще хотите, я вам скажу Если бы у вас был компактный складной отражатель Вы бы могли отразить это в лицо А это OnePlus 6T В целом могу сказать, что Фотография Мне нравится вот именно с точки зрения Как модель смотрит в кадр И что она делает в левой руке, это хорошо Но фрейминг здесь не к месту Мне кажется, просто нужно было как-то поиграться Посмотреть другие ракурсы Чуть ниже, с другой точки Чтобы, во-первых, дом не попадал в кадр Это у меня очень сильно Во-вторых, вот этот нижний левый угол Нижний правый угол Где видно крышу Тоже мне она не нравится Я бы присел Попробовал как-то тоже скомпоновать кадр Чтобы был фрейминг из этих проводов Модель отрабатывает у вас хорошо Если бы вы присели чуть ниже Может быть и не бросался так пересвет в глаза Да нет, если бы она просто отвернулась и смотрела красивый закат И был бы красивый СЛС Тогда не было бы такой вот именно эмоции Вот этой посыла модели А был бы просто Вопрос по ратте с руками Но Рома Иван Работай с этой моделью Она хороша Поехали дальше Она хороша Смотрите, эту фотографию я почему выбрал? Для того, чтобы... Я знаю, что в отпусках, а сейчас сезон отпусков Люди делают очень много подобных фотографий в отелях И в основном они выглядят именно вот так Когда типа сквозь двери Когда у вас пересвеченное небо Пересвеченное ваше море, листья и все остальное Большинство не фоткают вот так вот фрейминг Чтобы двери было видно просто Вышел и рядом... И получается так же говняно Ну слушай, а это неплохо А можно все очень просто То же самое, что ты сказал Поставить, просто тыкнуть на это небо Оно бы, собственно говоря, ушло из пересвета Был бы более выраженный силуэт Не было вот этих синих... Да, даже плохой смартфон Он бы справился с тем С нормальным дневным освещением То есть надо было фотографировать С точкой экспозиции по небу Но так же надо было фотографировать Не с уровня вашего лица А присесть немного ниже Тут даже... Вот это единственный минус Это проблема Смотри, проблемка в том, что Только ты приседаешь Человек что хочет показать Что вот он в отеле прикольном И там красивое море Чем больше он приседает Тем меньше видно море Я понимаю Я понимаю эту задачу Я понимаю эту задачу Тогда наоборот выше нужно было стать Чтобы голова была полностью Да, чтобы голова оказалась в море Да, но тогда было бы много Может быть лишнего листьев Вот этих Но мне кажется здесь Именно в таких фотографиях Нижний ракурс выглядит более Да Выигрышно Я бы чуть-чуть опустил Чтобы было ниже шеи уровень моря Да А здесь я бы, смотрите Если бы она просто Стала немножко правее При этом не пересекаясь С правой гранью двери Она бы не сливалась с этими листьями Повернула голову не вправо А влево И поднять еще камеру Немножко выше Голова бы не резалась бы горизонтом Все было бы офигенно Ну и естественно с экспозиции Чтобы все было хорошо И что у нас там море Горы еще были Ну это можно дорисовать И чтобы левая рука Тоже не отрезалась Чтобы она не была инвалидом Желательно И еще момент В том, что по обработке Помимо того, что у вас Сильный пересвет На небе На листьях пальмы Здесь нет обработки Это просто есть какая-то Ну неважно Если даже это исходник То обрабатывайте Во-первых Во-вторых Мне очень нравится Здесь синий оттенок Это очень легко Правится двумя путями Либо вы просто поднимаете Баланс белого Либо вы выборочной коррекцией В Snapseed Ставите точку Убираете просто насыщенность синего Просто С точки зрения Восприятия фотографий Вы поехали на отдых Вы фотографируете море И людям вообще нравятся Более теплые снимки Чем холодные Поэтому мне кажется Вот именно Чтобы передать атмосферу Вот этого отдыха Моря Пляжа То нужно было делать Ее более в теплых тонах Ну и помните про естественность Потому что здесь Естественных цветов нет И надо понижать Насыщенность действительно И синие на колоннах Сверху там просвечиваются Снизу у нас Это все вообще Сделан есть Погнали Ваня На скольких морях ты был Скажем И озерах Вот я был на морях Я тебе скажу Что на некоторых морях И озерах Еще более неестественный Цвет воды Чем здесь Я не про цвет воды Цвет воды нормальный Я именно говорю Про цвет синий Здесь на полу Здесь на перилах И на колоннах Я имею ввиду Что море как локация А не море синее цветом Ладно Хорошо Идем дальше Курлик прислал Вот такой вот снимок Это он что Прилепил этот листочек На скотч Или что Как это получилось Я не совсем понимаю Что здесь происходит И что такое кис Может кто-то держит Просто его снизу И зачем он Кис откуда Зачем он это прилепил Кис это он написал Само интересно А можем мы еще Прочитать описание Как-то раз Шел грека Через воду Наступил на кольцо А там ступенька Из лампочки Как бы не наткнуться На мат Как выпрыгнет И замажет Шепотом иглу В которой бутылка Из-под ноги Выскальзывает На ежик Тупо топ-1 Лучший текст Который я когда-либо читал Тупо лучший текст Это шедевр Свяжитесь с Сашей У него проблемы Я хотел бы почитать Сборник Твоих Этих Короткометражной прозы Очень хочу почитать Это просто было лучшее Что я в жизни Наверное прочитал А Саша мало читал В жизни Давайте по фотографии Что скажем Кис убрать Кис убрать Ну А какой смысл вообще Вот я не пойму Просто Листи Которые выделили Цветом Ну человек смог А В этом смысле Я смог Ну смотри Ну подожди Он видишь Не обрезал Вот это окно Все сделал Снизу Сверху Нормально оставил место С точки зрения композиции Все правильно Помните что Еще хотя бы Какой-то сюжет То есть Если фотография Просто сама по себе Красивая Это хорошо Сюжета не требуется К примеру Вы фотографируете Там девушку в пейзаж Или просто пейзаж Вас никто никогда не спросит Это уже есть сюжет Если ты просто пейзаж фотографируешь Это нет сюжета Да Ну никто никогда не спросит Что за сюжет На снимке Где красивенный пейзаж Но когда вы пытаетесь Показать листик На фоне советских домов Сделав там черно-белое Тут цветное Снизу кис Хотя читая твое описание Я тебя понимаю Я понимаю Что имеется Это Это храм В котором Растет Восемнадцатилетняя дама Растет Вера Он ее так и изобразил Нет Это мужик Мужик? Я понял Почему он Покажи Покажи олежке И мужик стоит Вот Нет Это ежик Который был старым материалом И опустился в кишечник Нет Это вообще Гитарист группы кис Ладно Поехали дальше Омепка М Все Наконец-то пошли Замечательные снимки Вот я могу сказать Что это Охренительный снимок Репортажный Репортажный Более того Даже вы сейчас скажете Обрезанное сверху окно Это офигенно здесь То есть вообще Никакого минуса Я считаю нет Это именно то Кадрирование Которое я хотел бы видеть Флажок канадский Внизу А знаешь Что это за фотография Мне так кажется С учетом номера Двести два Вот здесь Мне кажется Этот чувак ходил По выставке Ретроавтомобилей Судя по отражению Вот этого ретроавтомобиля Здесь Еще одного Да ты прав И все рассматривали Блин автомобили И очень удобно Ловить людей Которые рассматривают Автомобили Ну и круто И причем прикольно Не каждый догадается До этого Более того Если бы здесь была Цветная фотография У нас действительно Было бы миллион Отвлекающих факторов И Ну она бы Сразу потерялась бы Здесь у нас акцент Падает именно На главного героя На мужика Который рассматривает И создает Это реально Крутая стрит фотография Я прям В восторге Я бы такую Опубликовал себе В профиль Как А я не разделяю Вашего восторга Мне кажется Что это Просто обычная фотка Которая переведена В ЧБ Очень много Отвлекающих факторов Я не говорю про флаг Это Это минимум Я не говорю Что Реально Обрезан Обрезано окно То что В самом салоне Очень много Отвлекающих моментов Которые можно было Затемнить просто Ну вот Руль Сидение Там еще Какие-то переключатели Просто Ставишь точку Затемнять Чтобы именно Взгляд Концентрировался На Вот этом Человеке Зрителе Так вот Смотри У него яркость Получается на лице Такая же Как яркость Автомобиля Позади Вот это проблема Я бы просто Его яркость Там вместе с контрастом Поигрался И с Структурой Так чтобы он Лучше выделялся Среди всего И да не было Никакой проблеми Я просто именно композиционно Как построена эта фотография Очень не нравится Поэтому мне сложно Я бы относительно Левой вот этой двери Только выровнял Чтобы Субстриар Не-не-не Мне все Вот мне нравится Если бы выровнял Чуть-чуть завернуть У тебя бы У тебя бы Сзади машины Падали бы вниз Это просто решается Изменением перспективы Ты просто тянешь перспективу А мне здесь нравится Все линии Вот Жюль Вот это Только вот это расстояние Меня снизу Мне тоже нравится Ну опять же Это дело лично Каждого Если бы ты Правое расстояние То флажок Уже Портился бы Офигенная фотография Перспектива Нет Перспектива Я только за эту часть Типа А ты хочешь выровнять Сделать вот так вот Некрасиво Банально Это не банально Окей Хорошо Но фотография Классная Зверакс Somewhere in usual Russian village Это прикольно Мне нравится Да все нравится Кроме Я бы наверное Просто поставил бы Точку В В левом верхнем углу И сделал ее Немножко темнее Чтобы именно Сконцентрировать взгляд На лице И на Вот этой рамке Потому что Немного Вот этот угол Отвлекает Именно яркостью своей Мне не нравится Одежда И мне не нравится Выражение лица модели Так ты Somewhere in usual Russian village Я понимаю Мне не нравится Выражение лица модели Мне нравятся Вот эти занавески Посмотреть Ну да Выражение лица Не очень К одежды Мне кажется Приколы Ну хорошо А чтобы ты просил Показать Здесь модель Хотя бы не улыбающееся лицо Как-то Рука Не улыбается Рука Да как это не улыбается Смотрите Она ждет Когда я сфотографирую Она пытается Чуть-чуть А вам Саня Ты пересмотрел По-моему Теорию Брехани Теорию лжи Друзья фотограф А вам нравится Ты читаешь лица Очень Что она Находится ровно По центру кадра И расстояние Для взгляда Вообще не оставили Ни чуть-чуть Ни капельки Он есть Потому что Здесь вот эта рамка Она чуть смещена Влево И у тебя здесь Мало Чуть-чуть еще Я бы еще Вот еще чуть-чуть Добавил бы Если ты добавлял То у тебя бы Обрезалась Тогда Рамка Она и так Немножко обрезанная Что тебе это сильно смущает Рамка И так и так Видна Вот чуть-чуть Доверну телекамеру Или даже там На этапе поста Мне вот Вот эта фотка Реально Намного больше нравится Чем предыдущего А вообще было бы прикольно Это полоса на лице Отчего? Ну Это столб Это столб, да Оторжается Я хотел бы Чтобы там котик Сидел и смотрел в окно Да, это было бы хорошо Идем дальше Котики всегда заходят Я не уверен Что это снято на телефон Я не уверен Что это фрейминг Вот фрейминг Ты че? Здесь на самом деле У меня был один комментарий Вы что не могли Блин Когда фотографировали Мороженое сдвинуть По центру Этой рамки И было бы прикольное Для вас Да, это единственная проблема Для фотографии Послушай Но возможно Это не сделано На телефон Это тревел Типа фотка Типа блин На пляже Яркая Типа красочная фотка Чтобы себе прикольно вспоминать Я говорю Что это креативная фотка Это не фрейминг Да Я согласен Что это не фрейминг Потому что фрейминг Когда рамка у тебя находится В начале Не обязательно Это неправда Давай Нет Ну может быть Но когда силуэт Типа там не видно Или как-то красиво Отписано Но здесь Оно плохо читается просто Тут Вот этот фрейминг Плохо читается Если бы Вот этот бич бар Был больше Нужно было подойти Немножко ближе К бич бару И расположить Четко по центру Вот это именно Все видно экспозиции Было бы все Деревья Пальмы Чусочек Есть разница В 30 сантиметров Возможно Дабы между Мороженым слева И справа До этих палок Было бы больше места И все было бы Классно Ну я согласен И бич бар Ну блин Ну выровнять по горизонту Чтобы оно было Я согласен Что фотка неплохая Как с путешествия Но мне кажется Она слабо подходит Под нашу тематику Сегодняшнюю И Все Поехали дальше Ты все еще Считаешь Что такое фрейминг Вот по твоему правилу Все правильно Смотри Колесо на переднем плане Хорошо Вытянутое в HDR Вот тут Вот тут Прям сюжет Читается хорошо Именно Какой сюжет Вот этой в рамке Ну то что Есть дорога Есть знаки Есть машина Все окей Я бы немножко делал Все За краями Что это Это покрышка Или что это За краями покрышки Уменьшил бы насыщенность Уменьшил бы Не так бы добавлял виньетку Потому что тут Очень лишнее Тут неправильно Она просто добавлена Я бы добавлял виньетку Но делал ее Больше Как это Рассеивание ее больше А у меня вопрос А как вы добавляете виньетку В чем В снапсиде Она шмылит Нет Там есть Ты можешь перемещать Там именно Отдельный Инструмент Виньетка Но Ты убираешь Блюр Ты можешь убрать Блюр Там нет такого пункта Блюра Есть А где там Ты не разобрался Там есть внешняя область И внутренняя Нет Там можно все Значит у меня Странный снапсид В котором нет Этого блюра Я здесь бы Обрезал Процентов 30 кадров Наружная часть колеса Не нужна Потому что Сейчас Сюжет Который там действительно есть Он теряется Я бы обрезал Оставил Чтобы радиуса Практически не было видно Или только по краям Чуть-чуть И естественно Обработка Обработка здесь Я бы чуть-чуть Оставлял именно Края покрышки Чтобы было видно Что это покрышка Я же говорю Но я процентов на 30 Обрезал бы Согласен Может быть кроп И спазмился Потому что края Очень сильно Отвлекают своей насыщенностью Вот этим темным Xiaomi Redmi Note 5 Я правильно понимаю Что у Xiaomi Redmi Note 5 Зажать кнопочку спуска То будет Серийная съемка Саша Это к тебе вопрос Да на любом смартфоне Вот И почему нельзя было Это сделать И поймать момент Когда машина не пересекает С человеком Который там идет Это же несложно Я скажу Что если еще вертикально Сделать фотографию Тоже было бы Хорошо Ты что-нибудь нажмешь И у нас все пойдет Прахом Вот так Эта фотография Лучше намного смотрится И мой Huawei Лучше смотрится Неправда Так Поехали дальше Ну понятно Ну понятно Наталиник 06 Тельвив Украина Фотография собственно С отражением В зеркале Мотоцикла И зачем это нужно было Делать в жилом квартале С каким-то Volkswagen Старым На заднем плане Ну вот просто Зачем ты это оставил Здесь не фрейминга Не Это фрейминг Это фрейминг Да это фрейминг Еще есть композиция Направление взгляда То есть просто Выехать в прикольное место И сделать Блин такой же кадр Плюс-минус Большая часть кадра Головой занята Черная Чуть-чуть по-другому Скампанировать Резинку оранжевую Это хорошо Советы Резинку оранжевую Надо обесцвечивать Полностью практически Голову надо делать Не на весь кадр И локация И не фрейминг Это нифига Это фрейминг С этой фенией Это хороший фрейминг Но проигранный С локацией Так вот это у нас Фотография От пользователей The Photo UA Который в прошлом выпуске Мы чуть не выбрали Его фотографию И потом поняли Что у него всего Пять фотографий Он прислал еще одну Даже две фотографии Да Мне уже написали Что это Что это фотография Скачанная С чего? С какого-то Ну Со стока Неважно С стока Или просто В инстаграме Я ее нашел В смысле То есть он Еще раз выложил Две новые фотографии Чтобы получалось В нашем конкурсе У вас это не выйдет Вы дисквалифицированы Навсегда И другие Если вы пытаетесь Так сделать Знайте Что мы проверяем Ищем И находим Это проверял? Да Это как минимум Нечестно Некрасиво Воровать фотографии И выставлять Их своими Чтобы просто Когда другие старались А вы просто Прямо навсегда Да? Да Прямо навсегда Хелиус Я сейчас Я сейчас посмотрел Несколько Был у нас Был у нас портрет Хороший И появилась верхняя рамка А был бы Этот Не фрейминг А портрет И экспозицию Ставить по лицу Чтобы оно Хорошо прорисовалось В данном случае Потому что мы Не делаем силуэт Все остальное Потом там Дотянете А чего ты не хочешь Выше повернуть в кадр Чтобы было больше видно И домов И всего И верхняя рамка И фрейминг Еще лучше читался Низ фотографии Здесь вообще Ни о чем То есть его надо Чуть-чуть оставить Но без сумки Поехали дальше Следующая фотография Почему у нас до сих пор Не было ни одной фотографии Со смартфоном Это фрейминг Сразу скажу Неподходящий смартфон Почему? Ну потому что он Некрасивый Согласен Там может быть Айфон Самсунг Или что-то Ладно Шутки шутками Друзья Вы понимаете Что я сейчас Чуть-чуть троллю Но в этом тролле Есть доля правды Потому что Когда вы хотите Сделать красивый фотограф Через смартфон Лучше взять Или не фоткать такое Или взять красивый смартфон Или скрыть Все его недостатки Каким-то отражением Здесь у нас видно Что достаточно бюджетное устройство С дырками сверху Большим количеством Сфоткано тоже На достаточно бюджетное устройство Из-за чего полезли шумы Особенно мы видим Снизу такое Голубая шумная рамка Сверху она Темная Грязная И главный объект Вообще не видно Вместо главного объекта У нас рука Левая Левая Потому что она слева И Интерфейс камеры Ну то есть Все чуть-чуть А еще это Рекордсмен человек Потому что Он в одной фотографии Дважды завалил горизонт Во время съемки Тем телефоном И еще этим Да Непонятно Поэтому сама идея Вообще фотографирования Через телефон Она хоть и до ужаса Банальна Но она жива И ее иногда используют И ее намного лучше Я скажу использовать Если очень хочется Чем обесцвечивание Всего Кроме главного объекта По моему личному мнению Да Я только не видел А это топ Не используйте Это просто Поэтому я не говорю Не фотографировать Через телефон Но все-таки Фотографировать через телефон Телефон Лучше Хороший Чтобы было Потому что Это одна из главных частей В вашем кадре Вы должны понять Вы не будете фотографировать Модель На красивом На фоне красивого пейзажа В туфлях В адидасах С какой-то Блин С пакетом АТБ Ну если это не ваш стиль То есть А в данном случае В адидасах В туфлях В штанах Или еще чем-то И с пакетом АТБ Все? Идем дальше Дальше Альте Касл Италия Рим Я не был в Риме Но в Италии Нет главного объекта Есть птички добавленные Есть птички добавленные Диагональ читается Просто вот это Дедушка Или бабушка Да Но чувак Это не главный объект Потому что рядом с ним Такого же роста Каша Каша То есть по факту Здесь Я вот такие фотографии Перестал делать Потому что Ну это чисто на память Здесь вот вы не выиграете Ничего Ну это тоже репортажный снимок Понимаешь Хоть и там Птички скорее всего вставлены Да Сто процент вставлены Потому что сверху Снизу Ненужное пространство Очень не нужно Да ладно нормально Просто вопрос в сюжете Вопрос в сюжете Я скажу так Что снизу на самом деле Пространство лишнее Сто процентов есть Процентов 15 Надо обрезать Как ты его отрезаешь Чтобы не отрезать Слева справа Сиди берешь Слева справа Слева справа Ну слушай Но нижнюю рамку А зачем Ты хочешь только пропорции сохранить Я бы просто отрезал низ Она все равно была бы вертикальная Но низ сейчас черный Не информативный Там ничего нет Тем более он больше чем вверх Хорошо Согласен Поехали дальше Хоробличок Камин сподильский Между прочим Такое впечатление Что ты сказал хороб Потом не смог прочитать И потом сказал Бличок Хорохлучок Давай по фотографии По фотографии Значит низ опять же отрезать Там волоса Непонятно чего Это крепление кольца Нехорошо Или оставить больше Если вы сверху Или обрезать Но я вот для себя понял В фотографии За свою всю жизнь Одноваждое правило Лучше меньше чем больше И недавно я это услышал В одном хорошем подкасте И они просто максимально Хорошо выразили эту мысль Так и есть Лучше меньше чем больше Иногда бывает Ты фотографируешь Красивый реально кадр Где красиво все Передний план Какая-то линия травки идет Потом красивенный тротуарчик Потом идет там Или велосипедист едет Или дедушка какой-нибудь идет Потом красивая стена Над стеной какой-то еще Карнизик красивый И потом кусочек крыши И все это реально Само по себе красивое Но вместе каша Но вместе Ты понимаешь Что оно Не то что даже каша Оно вот все на себя Внимание отвлекает Потому что оно все Достаточно красивое И когда ты берешь Отрезаешь там Половину из этого Становится лучше А бывает надо все отрезать Вот здесь Если бы мы оставили Только кольцо И чуть-чуть крепление Чтобы было видно Что это баскетбольное кольцо И поле Мне в принципе нравится все Но единственное Конечно честно вам скажу Это личное эстетическое пожелание Офигенно было бы Если бы человек был В баскетбольной майке Или какой-то Без надписи какой-то майки Все-таки в баскетбол Не играют без этого Но это как бы стрит Поэтому может быть все что угодно И причем парень выглядит Реально хорошо То есть все остальное В принципе мне нравится Вот я так скажу Я согласен со всем На самом деле здесь Может было легко Делать даже квадрат Может быть Ну это уже Ну надо попробовать И маленькое еще пожелание Все-таки у нас Или есть Или на грани С пересветом То есть человек висел Долю секунды Ты попросила И чуть-чуть понизил Экспозицию Или уже Потому что низ кольца И пальцы За которыми он держится Они вот чуть-чуть Уже в пересвете Я бы это поправил Может в редакторе Можно поправить И с руками Здесь все хорошо Можно было бы еще с ногами Провать Чтобы они тоже как-то появились Да, кстати Да, да, да Ног здесь практически не видно Это ты прав Но в целом Фотка прикольная Мне нравится С фреймингом Дима Верш Я эту фотографию оставил По одной простой причине Люди Научитесь работать с зеленью Каждый раз Когда люди фотографируют Что-либо Там где есть еще зелень Всегда пересвет Жуткий А вот видишь Ты мне сегодня И по видео это говорил Расскажи Я тоже не в курсе Просто есть вещи Которые ты понимаешь Что-то не так Но не можешь это объяснить Потому что у всех камер Датчики состоят из Каждый пиксель состоит из Четырех этих ячеек Это два зеленых Красный и синий Кроме ховая Да И вот когда у тебя два зеленых Значит в итоге зеленого У тебя сильно больше Я понял И плюс Сама по себе Экспозомер любой камеры Он хочет из зеленого цвета Сделать какой-то светлый оттенок Хотя на самом деле Он должен быть Какого-то темного оттенка То есть ты имеешь в виду Надо понижать экспозицию Когда ты фотографируешь Там много зеленого Больше там Не знаю Тридцати процентов зеленого В кадре Тебе стопудово Нужно будет Изменять экспозицию Относительно автоматически Машина продана О То есть Спасибо большое Объяснил даже для меня Я думаю сейчас Что в телеграме написать Ты же понимаешь Что он сидел Долго и думал И дальше ставить Это Чтобы сказать Нет чувак Я реально думаю Сейчас напишу В телеграм канале Машина продана Аляшке хотел Спасибо сказать Это реально без шуток Оговорки по Фрейду По По самому кадру На самом деле Сам по себе Вот эта Как называется Рамочка из этих листиков С ней можно было Сделать прикольный Какой-то Портрет Согласно Но здесь не получилось Не получилось Не получилось Идем дальше World photo Ривне Вот Это тот случай Когда лучше меньше Чем больше Вроде прикольно Что И те линии прикольные И так прикольные И вот геометрия Но теперь представь Что ты оставляешь Только Чуть-чуть края Вот этой наружной рамки И основное внимание Вовнутрь У тебя больше И акцент идет На главном объекте Чуть-чуть Если бы ты выше поднял Ты бы еще ногу не обрезал Зажал бы еще серийную съемку У тебя можно было бы Другую по центру поставить Одно и то же рекомендуем Вы заметили? Ну по факту да Ну просто люди чаще присылают И соответственно Раз они это присылают Они это не видели еще Или не слышали Я вот тоже всегда думаю Мы очень часто даем Одни и те же советы А по факту Люди многие не видят И не успевают услышать Где-то И для них это сейчас Вот они смотрят на свою фотографию И для них это новая информация Вот все советы Которые я дал Кадрировать при съемке еще На смартфоне Это очень важно Если у вас Не 40 мегапиксельный Huawei Сегодня как будто реклама Huawei А они не заплатили А они не заплатили И телефон забирают Но я вам все И фотки мы не принимают Может человек Дело в фотках Не говори так Ладно Тебе еще не 30 По крайней мере Чтобы начать грустить По этому поводу Тут можно Кадрирование Серийная съемка И ракурс Для того чтобы Ну и человек Он просто сливается С этой травой Плохо выделен То есть я понимаю Что там чувак идет Но хотелось бы Больше выделить Можно было с помощью Обработки все-таки сделать Но это можно было сделать До того как вы перевели в ЧБ Да это даже после Ну проще я имею ввиду Точку поставьте Затемнитесь Есть один лайфхак В Snapseed Когда вы переводите в ЧБ Вы можете выбрать По какому каналу Оно там переводит в ЧБ По какому цвету Если выбираешь зеленый То у нас отменяет больше зеленого Если выбираете синий То у нас отменяет больше синий Если вы допустим В данном случае выбрали зеленый Трава бы стала темнее А человек бы выделился И причем если вам Например не понравилось Как это сделало С остальной Ну с остальной частью Вот этими заборами То можно было сначала Сделать ЧБ Потом прорисовать маской Только внутреннюю часть Потом сделать ЧБ Которые вы хотели Изначально сделать И прорисовать все остальное Кстати это каналы Это то же самое Что фильтры Раньше использовались Я когда фотографировал На пленку еще Я накручивал Специальные цветные фильтры А в детстве Никто не знал еще Зачем они нужны Потом я просто начал читать У меня был красный Зелененький Да На ЧБ пленку Накручивал на объектив И у тебя получалась Совершенно разная картинка Я уже даже не помню Что за что отвечают Но это уже для стартперов информация А у нас для новичков фотографии Поехали Иван Уштик Чегоооо Подождите Что? А что такое? Что чего? Ты не помнишь Какую фотку я тебе показывал? Нет не помню А что это за фотка? Это моя фотка И у Саши есть Да Ну значит за вами следят За нами следили Он сделал эту фотку Там корабль Что реально следили Молодец И учились И все правильно сделали Диагональ есть Этот Пароход Все правильно плывет Все красиво Главное чтобы он ее на конкурс Хоуэ не отправил Потому что я отправил И у него лучше Да получается? Да нет У Баньки здесь лучше А у него лайков может быть больше Хотя 56 Я не выставлял вообще Следующее Рама фоток Если что это разные люди Смотрите Так мы ничего не обсудили А что там обсуждать? Все плохо Что плохо? Чуть-чуть бы может сместился вправо Чтобы была больше читаемая диагональ здания корабль Все Это раз А во-вторых Ну вот диагональ надо сделать больше Я бы чуть-чуть оставил больше сверху места И меньше воды 100% Возможно тоже Окей Вы придалбываетесь Рома фоток Тут церковь не по центру Ну это просто Пере-HDR какой-то Дичайший А то что Это не размытие Это софтверное размытие Софтверное размытие Вот этого всего круга Который заходит жестко сюда Некрасиво То есть это Это все слишком фейково выглядит Так делать не нужно Бессмысленно просто Это фотография Которая Может быть те кто Вообще не умеет фотографировать Скажут Вау А все остальные Что-то необычное Смотрите Не было у вас фокусе На заднем плане На переднем не в фокусе Дома на заднем плане Фокусе А здесь сбоку не в фокусе Линия вот эта Справа Это понятно Да Ну короче И обработана плохо Плохая фотография Давай дальше Хотя можно было в том же месте Топфототочек JPEG Я еще не видел Честно говоря Такого названия Здесь Ну блин Почему все плохо Но при этом Здесь можно было сделать прикольный Ну силуэтную фотографию И андерграунд Я из этого же кадра Сделал бы охранительный снимок Вот просто исходник Мне дать Очень крутой стрит Прям такой Типа 90 Какие-то барышни Идут Прям вот как из 90 Хорошая поза У каждой В принципе Ноги там не скрещены Мне даже нравится Слегка заваленность Но Без вот этой линии По левому Правому углу Просто отрезать И правильно обработать И ЧБ Но не так Сейчас она как Каком-то синостайл А вот ты Вот ты сейчас это говоришь А вот Человек сидит И понимает Что блин Я могу сделать крутое фото Мне говорят Что нужно правильно обработать А что значит правильно обработать Как Вот он не умеет Значит эта фотография Должна быть более контрастной Но не переконтрастной Выделять правильные объекты То есть модели Силуэты сделать силуэтами И правильно скадрировать И правильно скадрировать эту фотографию Потому что Я бы присел И может сделал бы Кадрировать Не-не И речь идет про вот эту Вот даже фотографию Уже все Ты уже не присел Ну хорошо Даже кропнуть можно Чуть-чуть Снизу возможно обрезать Чуть-чуть по бокам Чтобы не было Вот этих искаженных линий И в принципе Эту фотографию можно Я бы выделял больше Структурой наверное Вот эти стены Надписи на них Чтобы это добавляло Такое антураж Вот это вот Мне нравится Все читалось Там еще видите Предвыборная кампания Лупа Бар Кто-то за Голосует этот Лупа Бар Да она Это конечно шутка А теперь Это смотри Последователь Я знаешь почему ее взял По моим стопам идешь И смотрите И смотрите Он тоже с тебя ржет Если что А вы знаете почему Опять здесь Плохо с экспозиции Потому что Блин много зелени Я говорю помимо того Что все остальное плохо Я просто думал Что все очень просто Его сфотографировали Через То ли В плане Любой С чего Что такое Почему я С полуслова Читаю твои мысли И такой Я точно у тебя первый Я не буду смеяться Через лупа Бар Да Даже фотоаппарат Хотел бы сказать Умную мысль Но она потерялась В принципе вроде все Самая плохая зелень Конечно Не ну В плане того что Ты же понимаешь Любой смартфон При таком освещении Когда солнце лупит ему В лицо Сделал бы нормальный экспозицию Мне кажется Если солнце не лупит Тут видишь Мягкий свет Да какой мягкий свет Посмотри на лицо Посмотри на зелень Тут довольно мягкое лицо Облака Мне кажется Любит прямо Прямо в лицо И туда еще и фонарик Ладно Джоус Иван Уже была да Фотка от этой девушки Там где Был фрейминг С ребенком И двумя Девушками Которые фотографировались На поле Неважно Это новая фотка И она хуже Значительно хуже Потому что Значительно лучше Чем Если мы сравним Потому что Потому что Показано как чувак Рыбалит И вся его Собственно Удочка Рыбачит Вся его удочка Где там блесна Или поплавок Ничего не видно Да Я не говорю Что фотка хорош Она лучше Просто чем та По задумке Здесь четко виден Один объект Главный И все Да И все Она плохо реализована Но сама задумка Здесь лучше Учитывая ту локацию И эту Та вообще не реализована А здесь хоть как-то Реализована Просто не умела И Смотрите Мне вот В данном случае Не нравится Использование В качестве Переднего плана Вот каких-то труб Они мне кажется Очень мешают Потому что Они недостаточно Размыты И читаются хорошо И они недостаточно Красивы Допустим А еще они светлее Чем главный объект Да Это третий уже Здесь Я просто накидываю Идею Понятное дело Что Вы не могли бы Найти там Это Но если бы Вы взяли Допустим Сетку какую-то Рыбацкую Или Не знаю Катушку От лески Еще что-то И через них Сфотографировали Это было бы уже Читался бы Ты же понимаешь Что скорее всего Она не знакома С этим парнем Она не могла бы Слушай Слушай Можешь мне дать катушечку Я тебя сейчас Сфоткаю Прикольно Еще раз Я же говорю Что Скорее всего У вас не было возможности Сразу на месте Взять Скорее всего Прямо на месте У вас не было возможности Найти такие объекты Но Я хочу Что сказать Что подбирайте Передний план Для фрейминга С учетом того Что вы фотографируете Если это девушка То вы фотографируете Портрет То выбираете Какие-то Цветы Там не знаю Платок Так здесь у чувак Фотфит под мостом И он рыбак Здесь выбрано Ундерграундное Я бы не фотографировал Именно вот так Я просто скомпанировал Чтобы было видно И удочку хорошо И блесну И все остальное Подытоживая Все что ты сказал Можно сказать Что не делайте Например Фрейминг ради фрейминга Да Классно Красиво сказал Да Огонь Вот например Нет Давай дальше Пожалуйста Виктор Круп Велосипед Я ради тебя Так и выбрал Нет 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 Ужал Давай Дальше Хорошо Шутка Шутка Ну вот Там куча Рамок Ты чё Вы наверное путаете Что такое фрейминг Чувак Нет Здесь я согласен С Сашей Я ее выбрал Только потому Что прикольный сюжет Типа ноусмокинг Она сидит Курит При этом читает Книжку Прикольно сидит Вот Мне это нравится Ты не фотографируешь Через рамку какую-то Ты не создаешь рамку Ну тут есть рамка Ну если натягивать То возможно Это просто фон Ладно Давай так Это не будет фотографией Победителем В этом выпуске Но сама по себе фотография Если не брать фрейминг В расчет Очень прикольно Очень прикольно Чуть-чуть справа Нужно отрезать И все будет идеально Просто Я ради этого Ну нет Эта фотография была прикольная Справа обрезать Сверху обрезать Снизу не надо Слева чуть обрезать Лучше меньше Чем больше А что тут обрезать сверху? Ну вот это чуть Нет Я только слева Справа обрезал Это то Чем красиво Он поставил Специально Сверху оставить По линии Видите Козырек Чтобы заканчивался Ну вот это не надо Когда он старается Так сделать Он понимает Так вот еще один главный объект Он все равно Весь в кадр попал Значит надо скадрировать так Чтобы вот он Ровненько по краю был То есть человек Специально уже добавляет На подсознательном уровне Еще один главный объект В кадр Ну вот По такому же принципу Мне кажется Он оставил трубу Потому что труба Прям в край обрезана Да Она попала Вот она идеальна Лучше меньше чем больше Запомните Из этого выпуска Вынести только одно Приз Кто выиграет И лучше меньше чем больше И не нужно делать Что-то ради чего-то Майлэмп Нук Итак Вы найдете Сразу же Быстенько Главный объект На этой фотографии Я знаю Что Ванька Не видит здесь Минусов Поэтому я скажу Какие главные Здесь минусы Я хочу услышать Твою точку зрения Давай ты первый Там две фотки Давай посмотрим на одну Она как бы бирюзовая Неестественно Для меня самый главный Здесь минус Да, кстати, этого я не вижу Серьезно? Ну, сорян Нет, ты реально сейчас, да? Да Так вот, друзья Офигительная локация Офигительный просто маяк И испортить это Таким цветокором ужасно Ну, это Это просто Преступление Это преступление Блин, посадить сюда Девушку какую-то Чтобы у нее ноги Свисали в эту сторону Она как-то держалась Да, да Вот в этом квадрате Получится девушка Девушка Слушай, ну, если не было девушки А тот чувак просто там стоял Хороший Подожди Чувак, прикольно там выглядит Ты че? А, вон где Ооо Вот тебе Вот она где Я же спрашивал Где главный объект на съемке Офигенная фотография Да Ну, нужно было выделить по-другому Потому что из-за такой обработки Его, подожди Яркая курочка Ну, верни обратно Я собираю Его яркая курочка теряется То есть она была и так яркая Это самое главное Тебе нужно выделить Главный объект съемки Слушай, реально круто Но обработать по-другому Чтоб читался этот объект Потому что он вообще не читается Согласен, давай дальше Это мог быть победитель Монстр Да Прикольно Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- Мне всё нравится. А всё нравится? Кроме этого человека. Заметь человек на прикольный человек. Был бы там... Мне всё нравится, кроме этого. Человек сидит такой... Блин, конкретно этой фотографии. Мне нравится композиция, мне нравится обработка. Может, может, человек хороший. Давай разрежем его, посмотрим. А с контрастом всё хорошо? Переи сжар у вас. Всё хорошо с контрастом? То есть, ничего, что здесь вообще нет тени. Мне нахрена делать такую фотографию? Ну, это же детский сад. Это как через кран, через вот эти линии электробилетов. Нет, ну подожди, подожди. Пойденный этап. Человек, это для тебя пройденный этап. Мне нравится это. Чувака нужно заметить. На самом деле, знаешь что? Этого же чувака просто поставить в профиль уже было прикольнее. И без очков. А лучше туда бюст Ленина поставить. Ну, что Ленина? Ну, вот он там бы смотрелся трушно. Ну, а вот это пере HDR на этом жалом железе. Оно норм смотрится. Ну, оно такое, типа... Не, обработка тоже плохая, согласен. Не нравится вообще. Давай дальше. А мебка М, вторая в трафике, кстати, у неё. И первая, кстати, мы её долго обсуждали. Это фрейминг. Фотография хорошая. Вот, ты чё, башни. Офигенно. Офигенный фрейминг. Очень круто. Это трушный фрейминг. Вы не понимаете, что такое фрейминг. Это фрейминг. Это фрейминг. Не Ольга фрейминг, а фрейминг. Ты перепутал слова. Это не Ольга фрейминг. Нет, это не фрейминг. Это очень круто. Круто, но это не фрейминг. Я даже не знаю, к чему прикопаться. Я знаю. К чему? Чуть-чуть, буквально на 5, надо миллиметров обрезать низ по этой, вот так, вот так обрезать. Потому что здесь он слишком, особенно, видишь, ты прохожу. И затемнить его чуть-чуть. Не обязательно, вот затемнять не обязательно. Сверху все нравится, но мне не нравится, вот выражение, у него мало видно лица из-за игрушки, хотя бы глаза. Когда хотела, это фишка. Шире глаза открыть. Это наоборот прикольно. Слушай, по опыту просто, когда ты говоришь девушке, открой шире глаза, это выглядит, как будто испуг. Реально. И как будто бы она сидит и что-то делает на туалете. Не знаю, мне очень, ну давай. И в Геннис. Вот, эта фотография. С моей машиной, да офигенно. Охренительно. Мне очень нравится эта фотография. Но мне чуть не нравится то, что обрезана мужская. Ничего страшного, опять же, лучше-меньше. Там понятно, что это, но ты не теряешься в главном объекте. Извините, а что такое Лиховский проспект? Это где? Не простерезно, где это? Мне кажется, что вот именно вот эта вот машина здесь немного лишняя, потому что она портит вот этот ретро-налет. Потому что парень или, да, подожди, это манекен. Не важно, человек. Манекен. Человек. В таком прям ретро-наряде. Вывеска такая тоже прикольная. Цветокор вы сделали, такой под сепию. И вот машина эта современная, она мне немножко классная машина, да? Ну, может быть. Может быть, но она не мешает, в принципе, композиции. Я могу сказать, что в данном случае она компенсирует девушку, которая идет справа. Согласен, да. Машина слева, она не задевает. Согласен, да. Она не задевает бюст. Знаете, что единственное? Она, вот смотрите, если она встретила белый цвет, она самая яркая во всей фотографии. Вот, чуть-чуть ее затемнить именно капот. Но вот это пока что едва ли, наверное, не топ. Мне очень нравится эта фотка. Согласен, согласен. И очень мало лайков. Поставлю лайк. Реально. Почему 85? Сделал 86. Марат Фистикан. Малерка. Я был на пальмаде Малерка. В треугольник. Это фрейминг? Да в треугольник это может быть фрейминг. Тут плохая работа с моделью. Потому что силуэта лица не видно. У нас виден силуэт кепки, но этого мало. Хотелось бы видеть очертания носа, глаз, губ. Этого всего не видно. И этим все очень плохо. Технический фотограф, технический, пытался вписать человека, чтобы он там не пересекался с теми. Ну не везде получилось. Ну не смог, но старался. Видно, что он хотя бы, может быть, нас смотрел. Но вот не получилось. А все остальное забил. Просто доворачивать лицо еще кучу-чуть больше. Чуть-чуть больше фона ненужного. Давай дальше. Ну как бы это точно не финалист. Рома Фотог. Это, по-моему, вторая фотография. От него. И, по-моему, тоже с зеркалом. Мне что-то такое кажется. Мне не нравится. Мне нравится. И обработка, в принципе, и сюжет. Мне обработка очень не нравится. Мне тоже обработка не нравится, потому что видно, что отдельно обрабатывалось то, что в зеркале, и отдельно то, что снаружи. И оно выглядит из разных кадров. Как будто бы склеенное. Мне нравится, но мне не нравится здесь одежда модели. Это просто то, что я бы такую фотографию... Смотрите, я вот сейчас просто объясню. Я не говорю, что это плохо. Я сейчас проехал очень по красивым местам с женой на велосипеде. Но она у меня везде была в велосипедных леггинсах. Да, она очень красивая, но в велосипедных леггинсах. И когда я попадал с ней в офигенное место, я даже не просил ее куда-то ставить, потому что я понимал, что именно наряд спортивный испортит просто фотографию. И я много фоток не сделал для Инстаграма, потому что сами по себе они как фон только служили бы. Чисто из-за наряда. Это на самом деле лучше, чем сделать такую фотографию, но девушка вот здесь бы она в каком-то если бы платье или просто подходящий вдруг наряд был бы. Это было бы лучше, чем вот такой совершенно обыденный casual. Ну вот из-за этого мне эта фотка не нравится. Хотя в целом, я же говорю, идея... И мне кажется, что вот это тот вариант, когда вы просто сделали фрейминг ради фрейминга. Просто чтобы как-то разбавить свою фотку, мне нравится. Вот без этого фотка вообще была бы скучная. А так она привлекает внимание. Так привлекает внимание. У нас не видно ни головы модели, она закрывается зонтиком. Она перекрывается на заднем плане деревьев. А ты не видел классных фотографий там, где вообще зонтик там половину человека закрывает, и прикольно выглядит. Хорошо, окей, но здесь и не туда, и не туда, понимаешь? Я же говорю, модель здесь вот чуть-чуть не в кассу. Вот с зонтиком это прикольно, и капли на стекле это прикольно, но оно все чуть-чуть вот такое кашеобразное и одежды не так. И зонтик никогда не должен пересекаться в таких кадрах с деревом. Причем, блин, там было куда двинуться, там левее, правее, там выше, ниже. Точно постановочная фотка. Ну да. Давай дальше. Balan Official 1. Новый бух. Это вообще снято на телефон для начала для вас вопроса. Ты уверен? Я не знаю. Я не уверен. Написано, что фото iPhone 7. И я заходил на его аккаунт, написано, что все снято на телефон. Ну, что могу сказать? Слишком просто как-то. Слишком ни о чем. Слишком ни о чем. И, ну, как бы, опять же, это, наверное... Причем все правильно. Причем все правильно сделано. Слишком сексистки. Ну, вот, ну, и как-то пацана смотреть вот в такой слащавой фотке. Да, оно как бы такое, типа, налет романтики, но ты смотришь на бородатое лицо и как бы... Чего? Я уже Ваньки насмотрелся в ранних его... А теперь, представься себе, что это пацан снимал пацана. Что-то да. Нет, 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 нет! RK Moments. Да зачем, чувак? Ну, опять же... Это хорошая фотка. Люди увидели сюжет, но не могут его сфотографировать. И опять обработка все испортила, потому что все сливается в кашу. А как по-другому? Ну, что было... Ты выделяешь просто... Нет, нельзя было. Реально. Это такой титанический труд. Да, Вань. Это перебор. Это очень просто делается. Вы просто не умеете. Все, басим тебя на урок. Возьми эту фотку и сделай по-другому. Я реально попрошу у него исходник для тебя. Хорошо. Потому что я считаю, что я бы увидел, поставил... Блин, прикольный сюжет. Жалко, что здесь нельзя его нормально стратировать и пошел бы дальше. Я согласен. Вот. Нет, я бы сделал фотографию... Обработкой, мне кажется, можно было бы спросить. Сюжет реально крутой. Но не факт, что получилось бы хорошо. Согласен. Это все, друзья. Спасибо за то, что смотрели... Куда ты спешишь? Еще надо продавать машину? Еще надо... Отработать нужно. Выбрать победителя. А, выбрать победителя. Стопай. Стопай. Друзья, мы выбрали победителя. Но сначала хотим показать всех, кто участвовал в финале. Вот эта фотография лично мне очень понравилась. От пользователя... Очень не нравится. Амебка.м мне тоже нравится. И еще одна фотография. Это у нас первый раз такой от Амебка.м, которая тоже нам понравилась. Она была близка к тому, чтобы выиграть. Еще одна от пользователя Евгенис. И последняя от пользователя... Скажи правильно. Хорохлычок. Вот, хорохлычок. И вы должны понять, что все четыре фотографии нам нравятся. Дри. За заключением... Вот Ваня, у нее есть претензия к черно-белой. И каждая из них могла победить. То есть, если вы автор этой фотографии, поздравляем уже. Каждую из них можно доработать чуть-чуть. Что очень важно, на самом деле, сказать. В каждой этой фотографии есть нюансы, которые можно доработать. Но в данном случае... Нам приз нужно отдать только кому-то одному. И этот один все равно мы решили, что... Хорохлычок. Молодец. Позволяем, ты выиграл приз. Напиши нам на почту. Мы скажем, как его можно будет получить. А тема следующего. И подожди, подожди. И почта, собственно, вот здесь должна быть. Друзья, тема на следующий выпуск. Это закаты. Только, пожалуйста, постарайтесь подумать. Хорошо, что вы хотите снять. Чтобы это не были просто какие-то банальные фотографии закатов. Вы с окна сфоткали, просто вышли на улицу. Это должна быть продуманная фотография. Креативная, необычная. Закат нужно использовать как... Дополнительный объект или фон. Но это не должен быть главным объектом. То есть, просто сам закат не пойдет. И он должен быть супер красивым. Да. Используйте какие-то необычные правила композиции. Какой-то красивый классный сюжет. И присылайте нам свои офигенные фотографии по хэштегу, который вы видите сейчас на экране. Также не забывайте прочитать все правила. Они будут продублированы в описании и на сайте. Спасибо за то, что смотрели этот выпуск. Не забудьте подписаться на наши социальные сети, подписаться на наш канал. С колокольчиками. Ставить лайк. Всем пока. Пока. Пока, друзья.